Здравствуйте, дамы и господа! Мне уже не терпится поделиться с вами новостью, которая появилась. 26 и 27 августа состоятся наши аукционы. 26 числа мы будем продавать монеты, 27 банкноты. Если вы собираете банкноты, то заходите на аукцион по монетам. А если вы собираете монеты, то заходите на аукцион по банкнотам. Попробуйте что-нибудь новое. Коллекционировать сразу две ниши очень увлекательно. Тем самым вы комплекса охватываете всю историю денег. От монет до банкнот. Очень интересно этим заниматься. Ну а сейчас приготовимся к моему рассказу. Камера, мотор, поехали! Что же за уникальный лот со стартовой стоимостью 5 миллионов рублей? Да, вы не ослышались, и мы не поставили случайно лишний нолик. 5 миллионов рублей. Сейчас я расскажу вам про эту редкость. Банкноты США 1, 2 и 5 долларов. 1896 года. Серебряные сертификаты так называемой образовательной серии. В 1893 году в Чикаго состоялась международная промышленная выставка. Это период стремительного развития экономики США, связанного с такими известными именами и фамилиями. Джон Рокфеллер, Джей Пи Морган, Генри Форд, Дэниел Кернеги и другие американские предприниматели, которые перевернули мир технологий и науки. На Чикагской выставке участвовали практически все страны мира. Всему миру демонстрировалось величие американских достижений. Именно в таком настроении были Соединенные Штаты. Воодушевленные этим подъемом, они изобразили на банкнотах сюжеты, олицетворяющие развитие науки и техники. На 1-долларовой банкноте изображена аллегория под названием «История дает наставление юности». Художник Уильям Лоу. Банкнота 2 доллара 1896 года. Включена в книгу Боуреса и Сандемана «100 величайших американских банкнот». Изображение Эдвина Блэшфельда под названием «Наука». Эта женская фигура посередине представляет своих детей пар и электричество, торговли и промышленности. Они изображены слева и справа. На купюре 5 долларов. Картина Уолтера Ширлоу «Электричество как доминирующая сила в мире». Экземпляры, представленные у нас на аукционе, обладают исключительно высокой степенью сохранности. Для одних из самых красивых и редких банкнот США это феномен. Заберет этот лот человек, понимающий толк в настоящих исторических ценностях. 101-й лот нумизматического аукциона. Юбилейный рубль 1912 года. Победа в Отечественной войне 1812 года и изгнание пинками из Москвы, Наполеона и его французской армии сыграли огромное значение в истории и патриотизме нашей страны. На протяжении многих лет эта героическая победа остается символом могущества и непоколебимости нашей страны. В 1912 году отмечалось столетие этой великой даты. В честь события была выпущена монета 1 рубль. Тиражом 26 тысяч экземпляров. Текст на монете. «Славный год сей минул, но не пройдут содеянные в нем подвиги». У нас на аукционе выставлен ну очень красивый коллекционный экземпляр. Яркий штемпельный блеск просто режет глаз. Палец вверх. Рекомендую взять этот лот. 100 долларов 1914 года Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. Угадайте, кто изображен на данной купюре? Правильно, конечно же, это Бенджамин Франклин. Просто обычно он смотрит прямо на вас, а здесь он боком оказался. Буквенно-цифровой индекс 2B означает, что банкнота была выпущена в Нью-Йорке. Подписи «Банкнота в изумительной сохранности Uncirculated». В таком состоянии она представляет особую коллекционную ценность. По сведениям каталогов, в мире известно не более 30 банкнот этого выпуска в подобной сохранности. Номер по каталогу Фридберга – 1088. По данным сайта PMG, у них зарегистрировано всего лишь 10 банкнот с сохранностью выше 60. Цифры говорят сами за себя. Перед нами фактически уникальный шанс держать в руках такой предмет. Золото. Многие любят золото. И мне приятно похвастаться, что у нас на аукционе есть прекрасные золотые монеты. И про две из них я хочу рассказать прямо сейчас. 5 рублей 1824 года. СПБ ПС. Александр I. Масонский орел с крыльями, опущенными вниз. Кстати, 1824 год – это последний год правления Александра I. И вторая монета, про которую я хочу рассказать – это 5 рублей 1841 года. СПБ АЧ. Николай I. Очень яркий, радующий глаз экземпляр. Давайте вспомним, что интересного было в этом году. Мне кажется, Гоголь закончил писать первый том «Мертвых душ». И, возможно, Чичиков расплачивался именно такими пятерками, покупая «Мертвые души». Старты на каждый из этих предметов по 200 тысяч рублей. Золотые монеты всегда были очень удобным местом припарковать свои деньги. И сегодняшний аукцион не исключение. Не лишайте себя возможности приобрести эти чудесные предметы. Лот 316. 25 рублей 1931 года. Тверь. Ткацкая фабрика имени Ворошилова. Дисамбар. Торговый центр в городе Твери. Те, кто там живет, наверняка слышали о таком. А знает ли кто-нибудь, что на месте этого торгового центра раньше была ткацкая фабрика? Изначально она называлась Переволодская мануфактура. А в 1931 году ее переименовали в фабрику имени Ворошилова. На первый взгляд, знак выглядит немножко невзрачно. Но давайте вдумаемся в информацию, которая на нем написана. Это деньги на получение пряжи. 25 рублей это примерно 1 десятая средней зарплаты. Наверняка каждый рабочий задавался вопросом. Ну вот зачем мне столько пряжи? Дали бы лучше талоны на какую-нибудь еду. Действительно в то время пряжа была весьма дефицитным продуктом. И вполне возможно ее меняли на более ценные и интересные продукты. Я искренне надеюсь, что дети тех рабочих ели на ужин вкусную еду, а не кашу из пряжи. С точки зрения банистики, этот предмет, конечно, безумно интересный. Стартовая цена сравнительно небольшая для подобного коллекционного материала. 250 тысяч рублей. Поэтому неудивительно, что на данный момент, когда мы снимаем это видео, на него уже есть стартовая ставка. Так же, как и коллекционерам, данный денежный знак может быть интересен краеведам, изучающим свой край. Из монет, выставленных у нас, мне очень нравится полтина 1726 года. Марта Скавронская, уроженка Польши, попала в Россию в 1702 году, захваченная на войне. Стала придворной служанкой, а в дальнейшем любовницей Петра I. В 1707 году они заключили брак, и она превратилась в Екатерину. Марта Скавронская в Екатерину. Екатерину I. После смерти Петра I в 1725 году она заняла престол. Это была первая российская императрица. Ну и вследствие чего она попала на монету. Полтины всегда реже популярных крупных номиналов рублей. Редкая монета, первая императрица, красивая сохранность. Ну все сложилось во единый пазл. Лоты 475 и 476. 50 рублей 1920 года. Временного сибирского правительства. 4 января 1920 года атаману Семенову была передана вся полнота военной и гражданской власти на всей территории российской восточной окраины. Семенов заявлял о своей власти на всей территории, находящейся за Байкалом. Но фактически территорию у него постепенно отжимали. И в какой-то момент его влияние сократилось до небольшого приграничного района Даурии. Масштабы задумок Семенова можно представить взглянув на банкноты, выпущенные в чате под его управлением. Это величественные дизайны с очень красивыми сложными рисунками. На нашем аукционе имеются два экземпляра пробных 50-рублевых банкнот. Они чудом сохранились до нашего аукциона в превосходной сохранности Uncirculated. Лицевые стороны обеих банкнот одинаковы, а вот оборотные разительно отличаются. В первом варианте это герб Российской империи, где изображен орел с расправленными крыльями. Держит меч. На второй банкноте символ России в виде молодой девушки в военной одежде, кольчуге и шлеме. Она также держит в руках меч и копье. Уверен, что именно эта пара уникальных банкнот сможет украсить любую коллекцию, в том числе и вашу. Представленные вашему вниманию, коллекционные предметы находятся в слабах американской грейдинговой компании PMG. И более того, имеют высокую степень сохранности и оценку 63 пункта по шкале Шелдона. Начальная цена каждого из лотов 200 тысяч рублей. Поверьте, это совсем недорого для таких уникальных единичных экземпляров. Лот 82. 1 рубль 1836 года. СПБ НГ. Пруф лайк. Экземпляр очень сильно выделяется на фоне других рублей этого периода. Глубокое зеркальное поле и матовый рельеф не может оставить равнодушным ни одного профессионального нумизмата. Кстати, в разделе банистики у нас есть ассигнация 10 рублей этого же года 1836. Как вы думаете, менялись ли они один к одному в серебряные рубли на бумажные деньги? Так вот, я вам открою секрет, такого никогда не было. Курс медных монет и бумажных денег всегда плавал по отношению к серебряному рублю. Нашел в интернете таблицу. В 1836 году за один бумажный рубль предлагали всего лишь 27 серебряных копеек. Таким образом, банкнота ассигнация могла стоить всего лишь 2 рубля 70 копеек, хотя номинал на ней был десятка. Интересный факт, поэтому купите оба этих лота и у вас будет интересная история, которую вы можете рассказать своим друзьям. А теперь мы переходим к лоту 219. Все мы знаем, в 2017 году Центральный банк России выпустил в обращение новые купюры 200 рублей и 2000 рублей. Особенностью новых банкнот является десятизначный номер, вместо привычного семизначного на более ранних купюрах. На нашем аукционе представлена банкнота 200 рублей 2017 года с номером АВ 123456789. Так называемая лесенка. На самом деле это образец. Да, верно, на банкноте отсутствует надпечатка образец, лишающая банкноту ее платежеспособности. И ей вполне можно расплатиться в магазине. Но не все так просто. В 2017 году на презентации новых номиналов Центробанком был представлен образец 200-рублевой купюры именно с такой же серией и таким же номером. Не исключено, что именно эту банкноту на презентации держала в своих руках глава Центробанка Эльвира Набиулина. А вот второй козырек. В данный момент в обороте отсутствуют 200-рублевки с серией АВ. До сих пор они встречаются только с серией АА. Учитывая все вышесказанное, то, что это уникальный образец, представленный Центробанком на презентации. Это уникальная серия, не попавшая в обращение. Это номер лесенкой, так любимый среди коллекционеров. Стартовая цена в 150 тысяч рублей уже не кажется такой большой. Скорее наоборот, для подобного коллекционного предмета она даже немножко занижена. Но мы не жадные, поэтому с радостью отдадим ее. Мы хотим, чтобы подобные банкноты оказывались в коллекциях не только у суперобеспеченных коллекционеров, но и у энтузиастов, увлеченных своим делом. Поэтому я от всей души желаю вам победы у нас на аукционе. Приходите на предпросмотр к нам в офис. Напоминаю, наш адрес Нижняя Красносельская, 35, строение 9. Офис 211. Наши девчонки вас встретят с улыбкой и нальют кофе. Я очень надеюсь, что моя информация была интересной и познавательной. Если это так, ставьте лайк, палец вверх. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии и участвуйте на аукционах. Всегда с вами, всегда ваша команда Киселев и Ко. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...